Библия говорит Алексей Алексеевич, вопрос очень такой серьезный, и в последнее время почему-то эта проблема все ярче и ярче замечается в церкви. Почему в разных церквях служители, пасторы, диаконы впадают в грех и отходят от Бога? Как же иметь силу для борьбы с грехом, искушениями и соблазнами этого мира рядовым членам церкви и тем, кто только встал на ноги, если натиска не выдерживают даже давно верующие служители и наставники? Как научиться не смотреть на падение людей, особенно служителей, а самому следовать за Христом? Да, это очень серьезный вопрос. Иисус Христос говорил когда-то об ответственности тех, кто является соблазном для слабых. Он говорил об этом настолько серьезно, что он говорил даже лучше камень на шею и в реку. То есть Христос говорил о ценности слабых душ, о ценности людей, которые следуют за Христом, которые начали или начинают свой путь. И поэтому ответственность вообще всех христиан, у нас есть ответственность друг перед другом. Ответственность тех, кто немножечко больше имеет опыта следования за Христом, у него же есть ответственность, а тех ответственность, кто рядом с ним. И, конечно же, ответственность у служителей намного еще больше. Вот почему Иаков говорит, немногие делайте с учителями. Вот почему послание к евреям сказано о служителях, что они имеющие дать отчет, то есть они дадут отчет за свою паству, за то, насколько они верными были в том, чтобы ввести людей ко Христу. И здесь нужно оговориться, конечно, нет совершенных людей, любой пастырь, любой служитель, он, конечно же, ошибается, он, конечно, где-то в своей жизни не натягивает, он чего-то еще не научился. Но настоящие христиане, они всегда учатся, они всегда искренне растут, они всегда ищут возможности того, как преодолеть те слабости, которые им открыты, которые им открываются. Вот этим отличается настоящий христианин вообще, и тем более, конечно же, настоящий служитель. Теперь что делать вот такому человеку, который соприкоснулся с ситуацией, где кто-то из служителей упал? Но самое первое, нужно понять, что это естественно. Церковь находится на земле, она находится в духовной брани. А это значит, внутри церкви будут люди, которые, может быть, и не были верующими в действительности. Даже, к сожалению, среди руководства, среди двенадцати апостолов один был, то есть вот каждый двенадцатый, если так можно сказать, один был, который был совершенно неверующий абсолютно. Но там был еще и Петр, который был верующий, но который отрекся от Христа на определенном этапе. Он потом покаялся, Господь его восстановил. Но он в нужный момент, он оказался неверным. И кроме него, все остальные десять разбежались в той же самой точке. То есть речь идет о том, что даже люди, которые близки ко Христу, они слабы. Они провели со Христом три с половиной года. То есть и Библия рассказывает об этом достоверно, просто, потому что это реальность жизни церкви на земле. Церковь – это несовершенные люди, которые находятся под воздействием совершенного Христа. И совершенный Христос терпеливо работает с нами. Вот почему апостол Павел говорит «подражайте мне, как я Христу». То есть подражайте мне настолько, насколько я подражаю Христу. Третья глава послания к филиппийцам показывает нам очень интересную особенность, связанную вот с этим подражанием, связанную с тем, как мы относимся к людям, которые рядом с нами. Здесь написано «подражайте мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Очень важно. Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Их конец – погибели, Бог чрева, их слава в сраме, и они мыслят о земном. То есть апостол Павел говорит о том, что будут такие люди. И здесь для каждого из нас очень важно понять то, что ценность конкретного человека заключается в том, насколько он или она конкретно указывает нам путь ко Христу. Вот сколько Христа в нем есть, вот столько ценностей есть. Вот почему тогда, когда мы ориентируемся на Христа, может быть, при помощи людей, то тогда для нас не будет это разочарованием, когда мы увидели падение человека. Но когда мы ориентируемся на человека, восхищаясь его достижениями, его какими-то дарованиями, его особыми проявлениями, вот когда в этом случае человек ослабнет или упадет, или отпадет, вот в этом случае, конечно же, вот это пережить, разочарование в этом будет намного серьезнее. Но нужно помнить, что даже если это происходит, то это Господь допускает нам в нашей жизни для того, чтобы переориентировать наше внимание, наш внутренний мир на Иисуса Христа, на Его верность, на Его посвящение, на тем, чтобы жить им, практически жить им и получать внутреннюю силу удовлетворения от Него. Я когда помню, когда я был помоложе и видел своими глазами вот это вот разочарование мое в пасторах, когда их поступки были просто недопустимые, и мне такой мудрый мой друг, такой постарше был, сказал, говорит, «Коля, чем быстрее ты разочаруешься в христианах, тем быстрее ты приближешься к Иисусу». Я тогда не совсем понял эту фразу и со временем осознал, на самом деле, что даже самый прекрасный святой христианин может быть основанием моего счастья, моего веры, моей веры только в Христос. Да, очень правильно, очень правильно. И мы имеем, к сожалению, вот такую тенденцию. Мы когда видим каких-то успешных, ярких людей, мы очаровываемся. Нам кажется так много того, что они люди, они люди, обычные люди со своими проблемами, со своим процессом роста, со своими сферами, которых они еще не победили, не решили и так далее. Вот поэтому рано или поздно христианину нужно понять это и научиться, что да, я в своем процессе, он в своем процессе, и мы путники, которые идем в одну страну рядом. Не очаровываться людьми. Да. Спасибо, Алексей Алексеевич. Слава Богу. Друзья, дорогие, оставайтесь с нами. В следующей программе мы поговорим о том, как относиться к буддизму. На сегодня все. Храни вас Господь. Спасибо. 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 Спасибо.